Добрый день, дорогие мои! Вы на канале «Приют Ангелов» с вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. И мы продолжаем изучать, что такое человек. Изучаем мы с вами на основании книги Константина Дмитриевича Ушинского «Человек-предмет воспитания» от педагогической антропологии. И я считаю, что это был написан новый закон Божий, который нужно было внедрить во всех семинариях, во всех педагогических образовательных учреждениях и так далее. Но, видимо, он сложен для кого-то. Оказался, и мы с вами имеем закон Божий немножечко другой, который, да, тоже нужен, но он очень схематичен по сравнению с тем, что то же самое рассказал Константин Битрий Ушинский. И я считаю третьим томом вот этой работы. Это «Путь ко спасению» святителя Феофана Затворника Ушинского. Но мы с вами продолжаем разбираться, какие же свойства несет каждая наша часть. Мы с вами состоим из трёх ипостасей. Это тело, душа и дух. И мы уже определили, что у тела главная задача – светлые чувства принести душе. Душа их воспринимает как светлые эмоции, то есть душа – накопитель эмоций, накопитель этих чувств. А дух является руководителем всех этих чувств и значений, и понятий, которые собраны телом и душой. Дух формирует из них идеи, и дух выражает их через слово. Слово. Мы с вами только что на предыдущей беседе это обсудили, но, если хотите, пойдите, посмотрите. Вам много чего откроется, в том числе откроется, что вы можете себя оценить по словарному запасу. Вот у Пушкина было 25 тысяч слов активного словарного запаса. У нас есть активные, что мы используем в речи, в написании. Ну, в речи и в написании. А есть пассивные, что мы внутри имеем. И вот мы, к сожалению, не знаем, сколько в речи было у Пушкина активных слов, потому что нет записи. Сколько пассивного было, не знаем. Но активного было 25 тысяч слов, и на то время это было самое большое. Ни один из писателей его времени столько слов не содержит. Чуть позже писатели, в том числе, вероятно, и Ушинский, который уже вводит новые слова в тот новый русский язык, который придумал Александр Сергеевич Пушкин. Мы с вами разговариваем на пушкинском языке, потому что он новый русский язык придумал. Конечно, его ещё раз переделали, в том числе большую переделку совершил Ленин, ещё увеличив количество иностранных слов в русском языке. Но вот Ушинский предполагал, что через язык будет развиваться мышление человека. И вот этот словарный запас активный и пассивный должны были говорить об этом развитии человека. Больше того, они должны были являться материалом для его мышления и для его развития. И действительно, история показывает, что больше слов уже использовал Салтыков, Щетрин, больше слов использовал Достоевский, больше слов использовал Шолохов в советское время, больше Достоевского. Толстой использовал слов больше, чем Достоевский. То есть вот росло, росло, накапливалось. Но такое впечатление, что на Шолохове остановилось, когда пришла, значит, к власти, можно так сказать, малословесная масса, плохо владеющая общим количеством русского языка, а общее количество состоит у него из праславянского, древнерусского, старославянского, церковнославянского, современного русского языка и так далее. То есть в конечном итоге общий состав русского языка, я думаю, насчитывает больше 200 тысяч слов. Потому что у нас словарь Ожегова насчитывает 75, по-моему, тысяч слов, а большой советский словарь 131 тысячу слов. Но сейчас уже гораздо больше этих слов. И мы бы должны были ими оперировать, и мы бы должны были быть как очень развитый и мыслящий народ, вырабатывающий идеи. А идеи как раз и состоят из этого материала, и это свойство Духа. Рождать эти идеи и облекая их в слово, то есть присоединять к ним слова, дать возможность им выразиться в вашей речи и в вашем письме. Душа добавляет к ним чувства. У нас сейчас ещё и другие языки появились. Смайлики как язык, да? Знаете? И он достаточно широкий. И, кстати, применяется очень многими сейчас, особенно в соцсетях. Но мы дошли до того, что мы с вами имеем теперь современный активный язык у молодёжи, как показывают учёные, и даже картинки такие выкладывают, состав которого 400-500 слов. Представляете, это в 50 раз меньше, чем у Пушкина активных слов. Я, конечно, не верю, но есть ещё другие расчёты и подсчёты другими лингвистами. И, в общем-то, всё равно они пришли к выводу, что 2,5-4 тысячи слов у разного, у среднего школы, у учёного, то есть вот такой запас. Даже у учёных сократилось количество вот таких активно используемых слов. И это обозначает, что наше не развитие, а деградацию в мышлении. Те, кто думает, как же Пушкин такой умный был, а он был в 10 раз, получается, активными словами, богаче нашего современного человека, вот он в 10 раз умнее был. Потому что одно дело, что вы сделаете картинку из трёх красок, которые у вас в руках есть, другое дело, что вы сделаете из 36 красок, которые у вас фломастеров, такие составы. То есть разные, получается, возможности, когда имеются разные возможности. Так вот, этот материал, используемый духом, идеей, является нашим с вами двигателем. Двигателем. Мы через эту идею и создаём свою всю жизнь. И это не надо думать, что это идеи какие-то заумные. Идея приготовить блюдо с утра. Встали и говорим, что-то надо приготовить, да? Как где-то я видел шутку. Если бы я знал, что оставшиеся 30 лет совместной жизни или 50 лет совместной жизни каждый день нужно будет вставать и придумывать, что приготовить, я бы замуж не вышла, что ему приготовить. Так это идея. Вот идея. А вот сегодня я это сделаю, а это сделаю, а это добавлю, а это ещё и это. Да ещё как это сочетать с полезностью того, что я приготовлю. Вот это всё ваш дух. Те, у кого дух не развит, будут с утра делать один и тот же завтрак. Один и тот же завтрак. Так вот, друзья, но есть у духа ещё одно интересное, можно так сказать, свойство, которое, не зная, вы не можете достаточно активно его использовать. В том числе и идеи ваши могут оказаться плоскими, неплодотворными. То есть, действительно, сегодня яичница, завтра гречка, послезавтра овсянка, а через три дня яичница, гречка, овсянка. Как там у блока? Ночь, улица, фонарь, аптека. Всё это было когда-то. Так вот, очень короткая здесь глава, поэтому я такое большое вступление сделал, потому что вам только надо осознать, как это всё происходит. Но я всё-таки зачитаю. Рассудочный процесс в человеке отличается не только средствами своего развития, но и вопросами. Животные вопросов не задают, которые он решает. Весь рассудочный процесс у животных, насколько мы можем судить о нём, по его проявлениям в действиях, направлен единственно к разрешению вопросов, возникающих из потребности тела. То есть, у животных возникают вопросы, но они из потребности тела. Где поесть? Где поспать? Как, значит, себя безопасить? И так далее. Много вопросов. Но то, что наш кот спит 20 часов в сутки, я убедился. То есть, я когда-то читал, что там кролики спят по 20 часов в сутки, коты спят. Но это действительно так, потому что у него нет вопросов. Он просто встаёт и орёт. И у него появляется еда в тарелке. Там есть даже мем такой, что если вы заорали, а в тарелке не появилась еда, значит, вы не кот. Значит, вы человек. То есть, у вас вопросы, кроме тех, которые задаёт вам тело, оно так же, как у животных, хочет есть, хочет где-то тепло жить, тепло. У нас есть 4 основных наших потребностей. Еда, тепло, безопасность, да, и возможность сна. А дальше ещё есть такая, другие потребности. Есть такая пирамида маслоу. Можете посмотреть, там показано, какие основные, какие не основные. Как только потребности эти удовлетворены, так и рассудочный процесс у животных прекращается. То есть, засыпает наш корт Барсих. До тех пор, пока потребности с общим ходом ограниченного растительного процесса не возобновлятся. Вот у неё сейчас март. У всех котов март. Спят меньше. У них другой вопрос встал. Хотя они его не осознают. Не то мы видим в человеке. Вместе с потребностями материальными, а чаще более по удовлетворению, их пробуждается в нём потребности духовные. И рассудок не успокаивается на решении вопросов, возникающих из жизни тела, но начинается решать вопросы, необъяснимые из телесных потребностей. Да, есть у нас. Животное также наблюдает явления, делает опыта, составляет из них понятия, суждения и умозаключения. Но всё это настолько, насколько вынуждает к тому вопросами тела, выражающимися в форме телесных потребностей. Голода, жажды, холода, инстинкта, самосохранения, размножения и потребностям движения. Ох, слушайте. Маслоу придумал эту свою пирамиду в 20 веке, а оказывается, Ушинский её в 19 в середине высказал. Вот это да. Ну, точно все они у него всё украли. Но в рассудочном процессе человека мы встречаем другие вопросы, не выходящие из потребностей физической жизни, но над решением которых, тем не менее, трудится рассудок человека, не успокаивающийся и по удовлетворению телесных потребностей. Бессонница, спишь, что-то думаешь, что-то решаешь, соображаешь. Никак ни с голодом, ни с чем не связан. Вот можно часами не спать, пока придумаешь, а что же вам, какую следующую беседу сказать. Вот это не из потребностей тела исходит. Но не ясно ли показывать всё это уже в дикаре, что рассудочный человек при самом начале своего развития побуждается к деятельности не одними вопросами, выходящими из потребностей тела, но какими-то другими, выходящими из чего-то такого, чего нет у животных. Уже у дикаря мучит что-то такое, чего нет у животных, спокойно засыпающий по удовлетворению своих материальных потребностей, требований инстинкта. Вот эти вопросы, эти задачи чаще откуда-то изнутри человека появляются так дико на первых ступенях рассудочного развития, не дают остановиться этому развитию, как останавливается оно у животных. И выводят его всё вперёд. Но мы не можем не сказать и здесь несколько слов о тех духовных влияниях, которые придают рассудочному процессу его вечное неустанное движение в разыскивании истины. «Я есть истина», — сказал Христос. Вот мы всегда ищем истину, ищем истину. А Он сказал, «Я есть истина». Вот остановись на Христе, и всё, и ты будешь счастливым человеком. Вот этого не понимают. «Что есть истина», — спрашивает его Пилат. А Пилату он ничего не отвечает. «Не упомянув хотя бы коротко об этих влияниях, мы остановили бы ложную тень на всём рассудочном процессе, что могло бы повести ко многим недоразумениям. Стремления религиозные, нравственные, эстетические направляют рассудочный процесс, совершающий в человеке и человечестве, к различным целям, но не выходящим из потребностей материальной жизни, но не сами входят в него, принадлежат более к области внутреннего чувства, чем сознания. Но есть умственные духовные стремления, которые прямо действуют на рассудочный процесс и срывают его со всякой ступени, достигшей которой он мог бы остановиться. Это духовные стремления. Стремления мы знаем только в форме страстных, непримиримых противопоречий, появляющихся откуда-то, только не из опыта и наблюдений. То есть, на самом деле, религия не могла из опыта человека возникнуть. Не обладал он такими способностями. Это откуда-то должно было быть сверху или изнутри человека. Естественно, что мы указываем источник этих стремлений в духе, в духе заложенные эти стремления, решать какие-то вопросы, которые не касаются нашего тела. Потому что этим именем мы приняли называть деятельность человека, совокупность особенностей, отличающей психическую деятельность человека от такой же деятельности у животных. И очень много пропускаю. Но также откуда-то изнутри, что тогда как противоречия, вносимые в рассудочный процесс, внешним миром легко примиряются с тем, чем и рассудочные процессы противопоставляются. Противоречия, входящие в рассудочный процесс изнутри человека, никогда не примиряются и беспрестанно поддерживают деятельность этого процесса. Мы с вами, обсуждая отношение души с телом, читали о том, что душа всё время пытается решить, найти способ решения противоречий, которые идут от тела. Противоречий, то есть жизненным необходимостям противоречий. Голод — это жизненная необходимость. Противоречий. Человек сытый, полноценный, как говорится. Голодный — нет, это уже противоречие. И душа справляется с этим даже иногда с помощью эмоционального оценки, с помощью другой оценки этого противоречия. Голод — плохо по естеству, но хорошо поголодать, если ты хочешь быть поздоровее, как считают. То есть у нас даже есть лечение голодом и так далее. Это другая, это душевная оценка голода. И подкреплённая знаниями, и подкреплённая научными, как говорится, мнениями, которые входят в вас как полезность. Голод становится другим. Но откуда пришло вот это противоречие или изменение этого противоречия? Откуда ты изнутри? Кто-то когда-то осознал, что голод пользу даёт, и мы с вами видим этот голод в форме постов, которые соблюдали наши апостолы и другие святые, которые ни в коем случае нельзя считать диетой, но пользу это им давало. В том числе для того, чтобы общаться с Господом. Они таким образом утихомиривали свой желудок. Не кричи там, давай жить без противоречий. Но мы сейчас прочитали, что, оказывается, противоречия идут и от Духа. И эти противоречия я бы назвал противоречией совести. То есть он именно противопоставляет свои мнения тому, что наш ум принимает помимо нашей совести. вот это противоречие. То есть человек украл. Совесть говорит, не надо это делать. А человек говорит, да, мне хорошо от того, что я вот сейчас, я-то, зато я детей воспитаю хороших, там еще что-то. То есть он это противоречие пытается между телом и вот этим умом каким-то образом сгладить. А Дух-то все равно говорит, что нет, ты украл, ты против Бога пошел. Ты противоречишь Богу. Так вот, это противоречие оказывается неизгладимо. Неизгладимо. Есть, конечно, форма, которая в уме его делает, можно так сказать, мягче. То есть вот у нас есть покаяние, которое вот это противоречие смягчает. Но покаяние это что? Это как раз направление в сторону совести, которое говорит все, тогда измири, извинись перед Богом, примирись с Господом, иди покайся. Раз уж ты украл, ну, и ты уже никогда этого не забудешь, но ты хотя бы с Господом тогда реши, как это. И есть, кстати, выход, как из этого, уже единственный выход, милосердие. Милосердие. Я пропустил вам эту часть, где как раз Ушинский говорил, что вот милосердием стирается это противоречие. Душа, чувства начинает иметь хорошее. Я вроде украл, плохо сделал. Ну, в Евангелии, как помните, сказано, что доходами неправедными приобретайте себе друзей в вечности. Друзья в вечности это ангелы, это Бог, это вся вот это нас ожидающие наши братья, наши друзья. Вот тогда вот и приобретайте чем? Милосердием, покаянием, милосердием и неправедным тем, что вы сделали, поделитесь, отдайте их, будьте милосердны, и тогда у вас это противоречие будет изглажено, немножечко изглажено, немножечко успокоено. И поэтому мы сегодня вот еще раз, грубо говоря, остановлюсь на всех свойствах души, которые являются Богом данными, это совесть, это бесконечность, это воспитывается в духе идеалы, то есть то, что нам нужно для жизни, и эти идеи или идеалы. Идеалы – это комплексы идей, составляющие нашу жизнь, выражаются в нашем слове. А слово наше выражается как произносимым, так и движениями, так и поведением, то есть как мы с вами и читали в начале того, как мы начали все это изучать, что таким образом благородный воспитывается человек, когда все его накопления или все его приобретения тела являются материалом для идей духа. И эти идеи благие, если тело ему принесло светлые чувства, светлые мысли, и душа точно так же воспитал. Все остальное будет именно так, как все святые говорят, что вы погибнете, у вас будет черный дух, то есть черное тело, грубо говоря, черные вам мысли несет, у вас станет черная душа, и дух от нее отойдет. Он с вонючей черной душой отношения иметь не хочет. И те, кто думает, о, да ладно, я с грехами, я там это, да все равно, я в сане, например, и мне все простительно, и все, ничего подобного, дух-то отойдет от вас, вы будете без духа человека, не бездушный, а без духа человека, а без духа человек не имеет ни идей. Хороших имеется ввиду, развивающих, не может решить противоречий, не может остановиться в своих страстях, потому что они бесконечны. Вот ведь в чем проблема. Поэтому, может быть, вот на этом я тогда первый том и оставлю Константин Дмитриевича, потому что тут каждое слово прямо золото, не слово. Но у нас с вами есть такая что же такое сознание. Хотите знать, что такое сознание? Константин Дмитриевич, а честно говоря, смотрите-ка, о, я же не полистал, а ведь вот сколько нам осталось от первого татома. Тогда давайте я уж не буду его все-таки вам прочитаю, что такое сознание и мы обсудим. И еще здесь глава рассудок и разум. Ну, надо же это все знать, да? Давайте следующий тогда у нас будет обсуждение рассудок и разум, а последний по этому тому будет что такое сознание. Так что жду вас на следующих передачах и надеюсь, что вот это полноценность и красивость в вас постепенно с нашими беседами воспитывается и вы красивы телом, душой и духом. Здоровья вам всем, радости, аминь. и Субтитры создавал DimaTorzok